Мне не надо устанавливать эту программу, так как я уже его установил, вам необходимо будет установить, установка очень простая, как обычную программу устанавливать, поэтому с этим у вас сложности не возникнет, я думаю. Давайте, в принципе, откроем этот скрин-рекордер, то есть, допустим, у меня в macOS, я нахожусь его по панелике, launchpad, а вы можете его, в принципе, найти через спуск, после того, как вы установили, а интерфейс и там, и там будет одинаковый, то есть, в принципе, не важно у вас какая платформа, macOS или Windows. То есть, открываете скрин-рекордер, и здесь, смотрите, с правого в углу появляется такая панелька, основная панель инструментов, и появляется сверху меню, у вас тоже, в принципе, должно так появиться. Что я могу сделать? Первая кнопочка – это взять скриншот, можно будет снять какую-то часть экрана, которую вы хотите, на фото, и потом его сохранить. Также есть запись экрана, это основной инструмент, также есть кнопочка «плюс». В кнопочке «плюс» мы можем добавить и участвовать в разработке этого продукта, написать, какой функционал нам необходим для панели управления, и дать, как бы, обратную связь MoveWave. То есть, можно будет эту панель, в принципе, свернуть, можно будет его вывернуть обратно. Здесь, конечно, меню, в принципе, она не сильно важна, вот, допустим, настройки язык можно поменять, но самый главный инструмент, самый главный пункт – это настройки. Вот здесь есть кнопочка «настройки», давайте зайдем на «настройки», и что можно будет здесь делать? В общих настройках, в принципе, можно поменять язык, можно будет отключить обратный отсчет, обычно обратный отсчет 3 секунды, то есть 3, 2, 1, и начинается запись, чтобы можно было подготовиться, и это очень удобно, можно его не отключать. Вскрывать панель записи, я думаю, что не нужно. В принципе, все эти дополнительные, все эти настройки по умолчанию, они достаточно подходящие для пользователя, поэтому здесь я ничего не буду менять. Файлы. Где будут сохраняться ваши видеоуроки? Вот, допустим, вы записали видеоурок для учеников, вы должны здесь определить, где она будет сохраняться. То есть нажимаете, как бы, обзор, и выбираете, как бы, папку, где вы хотите его сохранить. Выбираете локацию и нажимаете Open. И, в принципе, он будет, типа, сохранять всегда, допустим, на рабочем столе. Папка для сохранения скриншотов. Можете тоже выбрать какую-нибудь папочку. Какой формат скриншотов вы хотите, там, BMP или JPG. В принципе, это интернет-форматы популярные. BMP не советую, потому что формат очень большой. Рисунок очень тяжело открывается. В интернете вообще не будет открываться, потому что она не поддерживается. Так. Горячие клавиши. Здесь можно будет задать определенные горячие клавиши. Допустим, чтобы начать захват экрана и начать запись, вы можете, там, здесь нажать на кнопку и выбрать, там, Ctrl+, там, 1. Допустим, и вы Ctrl-1 комбинацией начинаете запись. Ctrl-2, допустим, вы останавливаете или возобновляете запись. Так. Настройки видео. Настройки видео частота кадров 30. Это вполне очень хорошая частота. Я предлагаю вообще не менять. В принципе, частота кадров, как бы, влияет на качество записи вашего, качество переходов. Ну, в принципе, можно это все оставить. В принципе, это не так уж важно. Здесь можно будет подключить веб-камеру, чтобы свое лицо снимать. То есть, допустим, я выбираю, как бы, мой FaceTime HD-камеру. И вот сейчас вы можете меня увидеть, да? То есть, вы можете выбрать разрешение, с каким вы хотите. Чем больше разрешения будет, тем больше файл. Поэтому здесь нужно думать, важно ли он качество, или важно просто, чтобы вы там были, и вас было слышно. В принципе, 640 это тоже неплохое качество. Вот. Частота кадров, все это остальное можно оставить. И здесь размещение. То есть, где ваш веб-камер будет размещаться? Здесь вот справа в углу может размещаться, либо слева снизу, либо слева вверху, и справа сверху. На самом деле, он будет занимать очень маленькую площадь видео. Совсем маленькую, но это достаточно будет видно. Но мне, в принципе, здесь пока... Ну, давайте я оставлю, в принципе, FaceTime HD-камеру. И пусть она будет, как бы, справа снизу. Эффекты. Я даже не знаю, что там находится. В принципе... А, да. Показывать курсор. То есть, вот эту галочку я оставил. Потому что я хочу, чтобы, когда я объяснял, курсор показывался, да. Сейчас не показывает, потому что я записываю через другой редактор, да. Подсветка курсора. Я тоже решил сделать такой. Цвет можно будет, в принципе, поменять. Нажимаете на цвет. И вот здесь уходит у вас RGB. И вы можете выбрать тот цвет, который вы хотите, да. Болтый. Нажали закрыть. И все, в принципе, теперь она будет желтого цвета. Подсветка кликов, когда будете нажимать красный и синий. Звук щелчка мыши. Я думаю, что это, в принципе, для... Не обязательно, я думаю, она будет немного даже отвлекать. Вот. В принципе, все. И после этого вы можете нажать на кнопку ОК. ОК. Там еще был, в принципе, аккаунт, да. Давайте посмотрим. Здесь, в принципе, можно будет его связать с вашим YouTube и Google диском, чтобы видео сохранялось сразу в Google диск, допустим, да. Но сейчас эти два пункта я не думаю, что пока сейчас работает, потому что там с синхронизацией какие-то проблемы есть. Но, в принципе, все. Как делать теперь записи? Вот мы сделали настройки. И вот наша панель вылезла справа. Вы просто нажимаете на вот эту кнопочку. Запись. И выбираете, какую часть экрана вы хотите захватить. Видите, у меня, в принципе, захватывает весь все окно, кроме верхней панели. Видите, красная линия, да. То есть я немного его поднимаю, вот так. И видите, я захватываю уже все мое окно. То есть я нажимаю на это место, левой кнопкой мыши. И здесь снизу у меня появляется новая панель. То есть здесь написано то, что включено вот это освещение курсора, то, что при клике будут цвета меняться. Также вот здесь есть кнопочка записи. И включенная веб-камера выбрана. Вы можете эту веб-камеру, в принципе, здесь же отключить. Или здесь же включить. Здесь вы можете выбрать микрофон. Встроенный микрофон или микрофон, который вы подключили с наушников. И, в принципе, нажать на кнопку начать запись, когда вы готовы. То есть я нажимаю запись. Идет отсчет. И одна секунда. И, в принципе, вот наша запись. Я вот записываю этот экран. Это моя программа, через которую я записываю экран. И вот, в принципе, все. Вы можете хоть что делать. Переходить на рабочий стол, показывать презентацию, открывать там Google Диск или Google Классов. В общем, весь этот функционал, в принципе, возможен в муаве-скрин-рекорде. Это очень удобный инструмент, поскольку, вот смотрите, когда мы, получается, останавливаем нашу запись экраном, у нас выходит такое окошко, и мы можем уже увидеть наше видео, как она записывалась. В принципе, вот наша запись экрана. Я вот записываю этот экран. Это моя программа, через которую я записываю экран. Вот, в принципе, все. Вы можете... Вот я его остановил, получается, и нажимаю, в принципе, сохранить как. И я могу, в принципе, выбрать отдельно в папочку, куда я хочу сохранить. И нажимаю сохранить. Ага. Это видео уже выходит у меня в том месте, где, куда я его загрузил. И нажимаю открыть в папке. И, в принципе, вот это видосик. Это видео я могу скопировать и поделиться через тот инструмент коммуникации с учениками. Либо загрузить в YouTube, либо загрузить в Google Drive, либо в Telegram отправить. В общем, разные варианты у меня. На этом все. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал.